У нас есть как сторонники интеграции, но есть и вообще противники интеграции. И один из закономерных вопросов – а зачем вообще нам интеграция? Дело в том, что за последние 20-30 лет это слово использовалось совершенно в разных контекстах, нужных, ненужных. Это слово настолько заезжено, что когда мы говорим о централизации интеграции, тот же Фредерик Старон говорит, что зачем мы используем слово интеграции, ведь это совершенно не так. Используется слово централизация как кооперация. Кооперация сотрудничества. Да, вот возникает вопрос, вообще зачем Казахстану с кем-то интегрироваться? Зачем нам нужна интеграция? Ведь мы видим, с одной стороны, процессы глобализации, регионализации, но как бы ни старались хоронить национальные государства, это nation state, никто же не отменил это. По-прежнему многие государства развиваются вполне успешно в формате именно национального государства. Тоже Китай, это фактически крупнейший nation state, да? Не, ну они могут позволить себе nation state, но какой ценой? 92% ханьцы, и дальше у них остаются проблемы с этническими меньшинствами на юго-востоке Китая, в Тибете, на северо-западе Китая, то есть в Синьцзяне, плюс внутренний Монголь, ну по всему периметру границ. То есть выбор у них либо ассимиляция, акульптурация. Ну хорошо, Китай, понятно, он экономически самодостаточен. Нас что толкает? Нам зачем искать себе партнера для интеграции? Вообще-то, говорит, для стратегии малых шагов, конечно, региональное сотрудничество самое реальное. Действительно, лучше не... Наша проблема, что берем сразу высокие декларации, высокие цели, подписываем высокие договора, как было в Центрально-Азиатских союзах в 1993 году, и дальше выясняется, что дела, однако, затрудняются из-за непродуманных деталей, процедурных моментов. В этом отношении, конечно, региональное сотрудничество более реально, и оно как раз предупреждает стратегию постепенных шагов по решению имеющихся вопросов.